всем еще раз доброе утро топаю к морю по улице колораж запоминайте запоминайте эти магнолии потому как в начале улицы их уже подрезали конкретненько так так что скоро от магнолий во всяком случае нижних веток вы не увидите с одной стороны может быть это хорошо а с другой не очень что-то они у нас прихворали немножечко и по идее я бы думал задумался над тем чтобы высаживать новые деревья возможно кстати не магнули а что-нибудь такое вечно зеленая ну чтоб листовы поменьше падала меньше мусора но мы около стеллы блин сегодня же я бродил по улице победы там надо было пофотографировать чтобы совместить фотографии старые новые в том числе и стеллу тоже надо было бы а я забыл другой раз но пришел я как всегда на море утром на море вечером на море в обед на речку чего пришел сам не знаю просто показать вам море причал и центральный пляж буквально вчера вечером я снимал закат который многим не понравился почему-то все кому что-то не нравится никогда не обосновываются точки зрения кстати вот был товарищ там вот переписываемся с ним немножечко по поводу нудистского пляжа он говорит что я обманул вас я пытаюсь спросить в чем обманул товарищ если вы меня слышите объясните пожалуйста прошу вас напишите мне в чем бы я обманул вас на нудистом пляже мне просто интересно ваша отговорка о том что вы мне все разъяснили и разживали а я дурачок ничего не понял и непонятно может я такой дурачок но если вас не затруднит еще раз попрошу вас разъясните в чем был обман на пока сегодня есть на что посмотреть складывается впечатление что лето самое настоящее лето солнечно нет ветра вот именно такое море приблизительно летом в июне в июле когда я утром прихожу купаться она именно такое сейчас где-то 8 20 наверное я уже прибежал с улицы победы и теперь мы смотрим с вами на море в парке я уже не пойду я вчера там был чиппошеньки там не изменилось хотя вы его любите вот и не знаю может не пойду молодец уже если будет время а пока любуйтесь морем этот ролик просто ни о чем просто море просто прогулка никакой смысловой нагрузки нет ничего я вам не рассказываю тут рассказывать тут уже нечего кстати вот если я не тормозну очередной раз тут фотографирую вот это место именно это место есть у меня вторая фотография я не знаю как 70-х годов 80-х скорее 70-х потому что 80-е я еще помню хорошо как здесь отдыхает народ прошлые 70-е годы есть фотография старая надо подготовить материальчик и со временем сделать рубику ретро 3 более усовершенствованную как мне посоветовал один из подписчиков сделать современное фото и выложить одновременно фото предыдущих годов дабы было с чем сравнить очень интересная идея спасибо вам за эту муки как я бы не не до петру сам не поймут вот вид одна голова хорошо а сообщество еще лучше где-то вот в этих местах подавалась мороженое помню 80 летом вот на вот этом месте буду ставить дом как говорится варителе ребята будут вам предлагать бананы прокатиться на гидроциклах подушечках и даже парашюта это конечно все увлекательно но единственное что меня смущает так это когда ты только придешь на пляж вы ляжешься может даже сдремнешь и тебя как начнут зазывать со всех сторон это просто ужас кстати мы именно по этой причине с центрального пляжа вот там с места где стояла у нас там сначала было вот это вот сообщество которое катало трудящихся их перенесли сюда так как там уже рядом с домами но это ужас несмотря на то что они катают там до вечера но все равно днем слышать все их незазывания тяжко но тем не менее никуда от этого не деться это как бы определенный бизнес во вторых он востребованный очень многие хотят и приезжают сюда чтобы покататься на банане тем более если честно сам катаюсь периодически с сыном на банане море на глубине но чистейшие и теплейшие вообще отличается от нашего от берега тут все-таки роднички бьют а там вообще тепло тепло хотя вроде бы глубина должно быть совсем наоборот так что при возможности непременно прокатитесь на бананчике очень вам рекомендую ну и сам естественно прокачусь и не один раз кроме того летом тут всякие кораблики пиратские в том числе насколько я помню в полдень черная каракатица или как он то называется черный кораблик пиратский делает холостой выстрел чем и повещает нас о том что в москве полдень очень прикольно много всяких яхт корабликов даже утро можно на рыбалку ходить поймать какую-нибудь ставридку барабульку я не знаю такая возможность летний период тоже есть да и в осенне в принципе в зиме я думаю тоже но поменьше ну а я вышел гостиница тополь одной из самых больших это первая часть первый филиат гостиницы тополь который на набережной буквально за углом тополь 2 более современный более красивый но вот эти вот булыжники вот заметьте кто-то спрашивал меня про них что они здесь делают так вот они от волн спасают несмотря на то что протяженность достаточно большая вот пляжной полосы тут еще ограждение есть все равно этого недостаточно иногда и сюда вылетают хорошие такие вам скажу камешки бывали случаи когда вот эта вся дорога была просто засыпана песком и мелкой галькой так что все правильно дабы не побило строение камнями собственник принял верное решение я вам скажу это естественно затратное решение где-то надо эти блоки хранить привезти разгрузить загрузить это происходит каждый год так что вот такая ситуация сложилась прибрежной полосе ну и опять выдвигаюсь на улицу ковараж и топаю в центр вот блоки смотрите красоты вам покажу он одинокий тюльпанчик они два красные и белые в центре вот и улица ковараж ладно всем пока до новых встреч в эфире